так всем привет лиза привет привет приветик очень хорошо тебя и слышно и видно у меня знаешь такое ощущение раньше когда я эфиры вела такое количество людей вот эта энергетика чувствуется сейчас такой выходишь знаешь как будто ты где-то в каком-то пустом пространстве такой я вообще гибко ко всему отношусь мне кажется кому это важно судьба сама покажет это либо в записи либо те кто сегодня пришел и все равно достаточно большого количества здорово но наверное да эти изменения которые сейчас есть на политике в инстаграме везде они дают о себе знать даже нам простым людям которые никак не связаны с каким-то политическим вещами в этом ничего такого нет просто знаешь когда выходит там около 1000 рублей людей 800 600 человек там на каждый эфир и тут ты видишь как бы такое количество конечно непривычно но я думаю что как-то это можно будет решить мы справимся с этим поэтому да я согласна с тобой ты прав кому это надо тот это услышит и узнает константин в общем я тебе полностью в руки отдаю нашу аудиторию девушки все очень тебя ждали все писали все писали обратную связь до того как все это произошло да и конечно же в телеграме получаем сообщение в цапе о том что ну сообщите нам как там прошел вебинар мы не сможем посмотреть и конечно все это будет сохраняться на моем канале youtube поэтому все кто бы смотреть записи смотрят сейчас в ютубе как будто бы да уже на будущее говорю я конечно желаю вам внимательно посмотреть и послушать кость в общем рассказывай тему про себя мы все очень рад тебя видеть спасибо большое за ну что милые леди всем привет я думаю что сегодняшний час у нас пролетит незаметно тем более тема актуальная которую вы сами для себя выбрали немножко скажу пару слов о себе меня зовут никулин константин я психолог-сексолог с 2008 года я практиковал как сначала коуч как бизнес-тренер если лизаветы как раз мы познакомились на моем тренинге в саратове много где побывал возможно кто-то меня уже видел лично оффлайн в разных городах но все больше и больше с каждым годом я тяготел психологии и так как ну я начинал свою карьеру скажем так в тренингах для к для консультантов марикей то ко мне часто обращались девушки и женщины и работая с ними я видел как часто у них запрос связан с отношениями с сексуальной сферой и с подобными запросами я понял что эта тема очень важна очень актуальна и мне она интересная интересный была там со школы грубо говоря и кстати это отдельное такое знаете отдельный навык который я в себе постоянно развиваю очень мягко и экологично не пошло и спокойно об этом говорить потому что с одной стороны тебе нужно какие-то вещи называть своими именами но при этом кого-то это может задеть потому что мы все равно в разном культурном поле да у каждого разные свой опыт бэкграунд детства воспитания я постараюсь это все тоже сегодня учи учи учись потому что каждый смотрит с разным своим каким-то бэкграундом сразу хочу сказать что наш сегодняшний сегодняшний эфир только для лиц старше 18 лет мы периодически будем об этом говорить это не просто слова этого все кто старше 18 и плюс пожалуйста смотрите все кто младше 18 лет не смотрите серьезно это не шутки 18 плюс 18 плюс да потому что информация такая которая все равно должна даваться в соответствующем возрасте хотя иногда меня спрашивают посоветуйте как разговаривать с ребенком на тему а полового воспитания и разговаривать я считаю нужно да два слова про это скажу но лучше всего это делать родителю одного пола например маме с дочкой папе с сыном в идеале в классике понятно что не всегда так бывает она разговаривать надо учить нужно потому что в противном случае это пустое место все равно будет чем-то наполнена и скорее всего она будет наполнена какими-то историями сверстников порнография и так далее что далеко от реальности к сожалению ну хорошо давайте перейдем к нашей сегодняшней теме это блоки комплексы различные чувства стыда и так далее которые к сожалению так часто мешают девушкам получать удовольствие раскрыть чувствовать себя раскрепощенной чувствовать себя легко в сексе в интимной близости со своим партнером что мне хочется вначале сказать про эту тему вы знаете я в нескольких местах обучался на сексолога разные смотрел школы разные подходы но единое такое мнение которое я вынес из разного я могу сказать что секс очень часто является лакмусовой бумажкой и как бы таким критерием какую в целом человек живет жизнь то есть если человек не умеет получать радость от момента не умеет любить себя не умеет радоваться своему телу то скорее всего в сексе тоже будут проблемы но не обязательно прям какие-то серьезные проблемы но могут наблюдаться различные ограничения да так скажем то есть как человек живет такой у него и секс и наоборот скажи мне какой у тебя секс я пойму какие у тебя установки вообще по жизни но я не хочу как-то знаете секс возводить в во главу угла и говорить что все должны обязаны им заниматься вообще сразу хочу сказать что есть такое понятие как а сексуальность и она до конца еще не изучена многие ученые сексологи психологи спорят дискутируют на эту тему но есть люди которым вообще не хочется и никогда не хотелось заниматься сексом пока не доказано с чем это может быть связано это врожденное это генетически какие-то вещи или это все-таки приобретенные мы будем в большей степени говорить о том как мы приобретаем но вы я как бы присоединяюсь девушкам как девушки как мы приобретаем люди в принципе мужчины тоже приобретают определенные какие-то комплексы а чувство стыда и так далее что мешает в будущем не буду говорить про какие-то вещи которые мы наследуем хотя явно что это может быть на генетическом уровне тоже просто пока не изучено и я бы очень уважительно относился к каждому кому нравится много и часто заниматься сексом кому это нужно вообще раз там в год и я встречал таких причем как и мужчин так и женщин а я хочу немножко развенчать тот миф что всем мужикам нужен секс нет я встречал мужчин своих клиентов которые говорили что зачем это только нужно для зачатия мне нравится мне не хочется этим заниматься а вот жене подавай часто и много и причем иногда мне так бывает забавно одна пара которая консультирует да я часто консультирую еще и семейные пары и вот в одной паре мужчине нужно часто а в другой паре женщине нужно часто я думаю вот как бы вас познакомить между собой вы бы так идеально друг другу подошли ну это конечно шутка но я думаю как несправедливо бывает судьба да да как несправедливо бывает судьба по отношению к людям да что прям явно люди сильной половой конституции живут с людьми например со слабой половой конституции мне хотелось бы пару слов об этом сказать что есть такое понятие она была введена в 70-е годах про профессором васильченко половая конституция и это не только врожденные но и приобретенные факторы влияют на этом но во многом и врожденные тоже то есть грубо говоря один например человек может поднять штангу 40 килограмм не тренируясь другой мужчина может поднять там 100 килограмм не тренируясь и вот тоже самое с нашей сексуальной половой конституцией то есть кому-то нужно много и часто по природе своей кому-то нужно редко и немного и это как как наша внешность как наше физическое развитие это нужно учитывать на косвенные признаки точнее там есть конкретные признаки да вот в таблице половой конституции но вы можете уже примерно посмотреть один из таких основных параметров точнее основной но один из они все примерно равны это то например как в каком возрасте у девочки начались менструация и чем раньше считается начинается менструация у девочки тем больше вероятность что у него сильная половая конституция потом там стиль овлосинения на лобке да это тоже говорит о определенном гормональном фоне а гормональный фон влияет на нашу половую конституцию ну и так далее в том числе и там как девушка вынашивала кого в каком возрасте она испытала первый оргазм это все может характеризовать ее половую конституцию у мужчины один из основных таких параметров сильной и слабой половой конституции это тоже первая там эрекция в каком возрасте наступила это на максимальное количество эякуляции но либо половым полового акта за сутки и в любом возрасте то есть подростковым скорее всего чаще это бывает да у кого-то бывает это один всего лишь и ему нужно то есть он физически может следующий раз только через неделю и вот сейчас важно понять это норма то есть это укладывается в рамках нормы это не значит что с мужиком что-то не так если у вас такой партнер не нужно ему говорить иди про чувству тебя что-то не так нет это может быть норма так и верхняя граница нормы это когда например мужчине нужно ну там прям в таблице девять раз за сутки то есть это что это за таблица таблица определения половой конституции в книге учебники васильченко там еще в 70-х годах да то есть вы знаете возраст тоже на это не всегда влияет я встречал клиентку который говорит у меня мужу 55 он курит как паровоз выпивает но ему вынь да положь два раза в день вот каждый божий день два раза это его норма ему там 55 лет а кто-то уже в 30 лет с таким образом жизни куря и там когда пить пьешь алкоголь да ты уже чувствуешь себя по-другому ну хорошо мы не будем в это углубляться но я бы хотел чтобы вы это уже понимали что мы все пришли в этот мир разные с точки зрения физиологии и это нормально что у вашей подруге например очень какой-то яркий легкий оргазм она и воспитала с первого раза там 17 лет например спел первым своим половым партнером а вам 30 и вы допустим ни разу не испытывали оргазм то есть это все норма все что это все укладывается в норме не нужно ставить на себе крест вы знаете нередко ко мне первый вопрос который задают по сексологической теме я не только как сексолог консультирую точнее даже сексологические запросы это процентов 30 25 с которыми я работаю в основном эта тема психологического толка но они ведь все переплетены как я сказал вначале как мы живем такой у нас и секс так вот очень часто спрашивают там скажите а это нормально что у меня вот так вот людям очень важно почувствовать свою нормальность и понятие норма она очень большое так очень широко очень относительно и я хочу сказать что вот разная половая конституция это нормально что же делать дальше например если вы чувствуете что тема секса это такая тема которая ну потаенная для вас в которой явно вы ощущаете какие-то блоки во первых как это может ощущаться начиная от того что вы чувствуете что только в постели вы можете расслабиться только при выключенном свете в определенное там время с определенным партнером кто-то только после алкоголя это опять же норма но это может говорить о том что возможно у вас есть где здесь раскрыться где здесь развиться другая например часть тоже нормы но может говорить о том что например у меня была клиентка которая не могла физически прикасаться к своим половым органам даже в душе просто когда она мыла себя настолько это это часть ее тела была табуирована запрещена для прикосновений и фу какая мерзость но понятно что она не родилась с этой мыслью понятно что она этому как-то научилась ну и в ее случае это был было научение от мамы да когда она ей напрямую говорила что это грязь там не трогай она заставляла даже ее спать положив руки на одеяло то есть за этим очень строго следилась и она ее била если та просто спала опустив руки в одеяло и это конечно же не проходит бесследно я сейчас вам такие может быть какие-то старшилки немножко рассказываю но но 18 плюс нет но это просто некоторые те кто может быть не связаны с психологией сексологии но сердечки идут значит кому-то видишь это важно интересно просто у меня тут вообще как бы такие темы не обсуждались никогда и корректируя я думаю что женщинам все равно это интересно конечно просто это уже более такое профессиональное ты говоришь да и как бы если эти люди не интересуются и у каждого понятно своя там сексуальная жизнь но все равно ну что-то интересное да вот видишь сердечки пошли значит девушкам нравится дайте нам пожалуйста больше обратной связи комментарии обязательно в конце включим спасибо большое ты знаешь я сейчас поймался на мысли наверное мне очень просто и не всегда было на эту тему просто говорить с любым человеком абсолютно потому что наверное моя мама врач но она правда глазной хирург она не гинеколог она очень открыто со мной кстати говорила вот об этих темах одну когда я уже был подростком и даже старше и вот это спокойно ее отношение к этой теме что да вот есть такие вещи что будь аккуратно можно там девушка может забеременеть и будешь нести за это ответственность ну какие-то такие вещи это было так полезно и в меня это встроилось но есть куча семей в которых эта тема запретная страшная грязная позорная и к сожалению эта сфера нашей жизни которая полностью может быть вычеркнута у человека но давайте продолжим что же делать в таком случае да на если вы вот сейчас пока я говорю какие-то такие крайние моменты но вы может быть что-то у себя откликается до что-то происходит внутри вы чувствуете что да наверное здесь не все идеально но как вы поняли то есть первое мы как будто бы научаемся этой сфере так или иначе глядя просто за своими родителями затем как они обнимаются целуются а затем там какое у них и извините по ночам стоны и охи и это кстати противопоказано слышать ребенку ну да до 18 лет и это очень важный момент я знаю реально клиентов у которых были прямо отклонения но скажем так это уже отклонение когда мужчина заставлял свою жену заниматься любовью сексом посторонним мужчинам а сам за этим наблюдал и когда мы пошли откуда у него это было это было от того что он однажды услышал увидел как его родители занимались сексом и испытал определенные чувства и это впечаталось то есть поэтому все наносит на нас определенный печать что-то сильнее что-то слабже но в купе целом это дает определенный отпечаток то есть родительское воспитание то что мы слышали то что говорили наши бабушки дедушки про это как реагировали на беременных молоденьких девушек наши родители да очень много это в нас встраивалось я думаю каждый из вас если повспоминает может какие-то пословицы поговорки прибаутки родительские на эту тему вспомнить второй фактор для девушки очень важны это как прошел ее первый раз и тут к сожалению наша культура молодых людей воспитанных на порно с подросткового возраста я тоже свое время я хочу немножко тебя поправить у меня здесь очень много из ес очень много из снг и выходцы все девушки которые из бывшего ссср но в основном они живут в странах ес у меня очень большое количество на процентов 30-40 из моих подписчиков здесь и у них мужья иностранцы культуру не обобщаю всех по-разному да хорошо есть и арабские страны да 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 я просто знаю какая обратная связь прилетит да да спасибо тебе да я больше привык с русскоговорящей в россии аудитории поэтому ты подправляй я говоря под наши буду говорить про российскую больше но каждый на себя до переводить момент так вот о том что к сожалению все равно какой бы культуре не были практически редко где встраивается бережное чуткое отношение к девушке самых юных лет это большая редкость среди подростков мальчиков а мы знаем что многие нарушают законы вступают в половую связь рано и сколько клиенток которые обращаются ко мне с вопросом казалось бы не могу испытать оргазм и когда мы идем в первый опыт сексуальный как правило там не было чего-то вау чего-то хорошего а очень часто там было что-то очень неприятно и дискомфортно и конечно когда твой первый опыт такой импринтинг встраивание в тебя внутрь происходит какое-то негативное то это вся сфера окрашивается в дальнейшем в такой негативный цвет это второй важный фактор того как какой был первый опыт да и к сожалению его не пи ну как бы не отменить но с помощью определенных техник можно перепрожить сделать так чтобы он стал более позитивным но и третий фактор например невозможности раскрепоститься раскрыться с вашим партнером это то какой сам партнер и какие отношения у вас я всегда когда провожу вебинары или на онлайн эфиры на тему отношений самое главное я не устану про это говорить разговаривайте вот просто сесть и поговорить это гораздо лучше чем считать но он же мужчина он же должен догадаться и или она же девушка ну она должна там что-то делать вот должна это слово которое напрочь убивает любое отношения в сексе слово должен или должна убивает любую спонтанность и вот эту интимность близость поэтому откажитесь в своем мышлении даже не то что так говорить но ты должен и там ты должна уберите в своем мышлении даже фразу «должен» или «должна». Замените ее хотя бы там «мне было бы приятно», «мне важно», «мне интересно», «мне бы хотелось». И начните разговаривать о каких-то своих предпочтениях, о каких-то своих пожеланиях, о том, задавайте вопросы, что тебе нравится, как бы ты хотел, давай вот это попробуем, или вот это я точно не буду никогда пробовать, у меня сейчас такое ощущение, что это точно под запретом. Не стесняйтесь отстаивать свои границы и говорить, что «да, я понимаю, что тебе этого хочется, но для меня или в моей культуре это абсолютно неприемлемо». Ну, все что угодно может быть, да, я опять же не говорю, что… Мне иногда прям 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 вопросы задают, там «девушка должна делать вам то-то, то-то», или там «мужчина должен вот хотеть вот так вот или вот так вот». Это нормально, что моя девушка там не собирается мне делать что-то, или мой мужчина вот отказывается. Да вот нет такого понятия «нормально». Знаете, в сексологии есть такая тоже фраза, что то, что нравится обоим, не является извращением. И, ну, она немножко такая утрированная. То есть, если вам нравится, если вы договорились, при этом не страдают третьи лица, такие как дети, или там вам, допустим, нравится на улице заниматься любовью, и не страдают люди, которые мимо проходят на улице от этого, то это нормально. Да, ну и вы физически там не страдаете, потому что так под это и садо-мазо будет нормально. Но здесь есть вопрос к тому, что какая степень, да? Так вот, что же делать? Ну, если с партнером какие-то сложности, разговаривать. Есть такое понятие, как секс-терапия, которая создана была там в 60-х годах. Мастерсом и Джонсом, сексологи начинающие, они прям брали пары и научали их друг с другом взаимодействовать так, чтобы обоим было приятно, да, и оба поиспытывали там оргазм. Причем они прям это все исследовали, они подключали различные датчики, замеряли, брали какую-то статистику. И не знаю, если вам интересен этот момент, такие цифры, то вообще в норме, то есть даже считается норма, то, что девушка может испытать оргазм, были такие случаи, за 25 секунд всего лишь с партнером, длина полового члена у которого была всего лишь 5 сантиметров. То есть когда говорят, что там мужчины переживают, у меня маленький размер, или там девушка говорит, мне нужно, чтобы было долго. Вот норма, она очень большая, очень широкая. И с вами, скорее всего, все нормально, главное особенности, нюансы именно вашей пары. И знаете, когда к сексологу обращается кто-то один, и запрос про вот раскрепощенность, запрос про то, как у нас это, то проблема, как правило, в паре. И клиентом сексолога в норме является пара, не партнер, не партнерша, а пара. Вот у вас, как у пары, могут быть какие-то сложности, и да, давайте подумаем, как это решать. Ну хорошо, давайте я перейду к конкретным рекомендациям, что можно делать, если вот после всего моего рассказа, разговора, вы чувствуете, что да, возможно, какие-то блоки есть, где-то там, может быть, в детстве стыдили, или говорили, приводили примеры. Что делать? Во-первых, я очень люблю письменные техники и эмоционально-образные техники. Я много работаю в этом формате, когда какое-то свое состояние, и возможно, мы сегодня сделаем короткую практику, небольшую для, в этой теме, да, когда мы какое-то свое состояние эмоциональное, тот же блок, то же чувство стыда, представляем в виде какого-то образа, и как-то взаимодействуя с этим образом, мы разрешаем конфликт внутренний, мы освобождаемся, ну или как минимум мы начинаем понимать причину, откуда это идет. Иногда там девушка вспоминает какую-то историю, говорит, ой, оказывается, вот что со мной было там, да, там в три года, в пять лет, в семь лет, неважно. Но что вы можете сделать даже без психолога? Это взять и написать себе письмо разрешения. То есть, если вы вспоминаете, что, например, ваша мама или ваш папа или кто-то еще стыдилен за эту тему, прямые директивные сообщения были из серии, там, фу, какая гадость, да, там, не смей, там, в подоле принесешь, или что-то типа такого, напишите, вот просто сядьте, включите какую-то романтическую, спокойную музыку, и напишите сами себе, обращаясь на «ты», письмо разрешения в плане сексуальной сферы, в плане разрешения получать удовольствие, получать радость от занятия любовью. И там могут быть такие слова, ну, я вот примеры просто записал себе, чтобы вам сказать, например, как твое тело имеет право получать радость и удовольствие сексуального характера, да, ты достойна любить всеми частями своего тела, ты имеешь право быть чувственной, быть нежной, быть сексуальной. И это как, знаете, принимать за 30 минут до еды, грубо говоря, раз в день просто перечитывать, вдумываясь в эти слова, и давая разрешение действительно самой себе иметь на это право, иметь право хотеть что-то, иметь право принимать вообще какие-то части своего тела, потому что когда мне говорят, ну вот а как правильно называть половые органы ребенку, ну вот когда его обучаешь, гигиене, например, я говорю, подождите, ну вот локоть вы как скажете? Локоть. Глаз вы как назовете? Глаз, да, там вагина или половой член, они так называются медицинские. То есть даже если ребенок, там что-то у него заболит, и он придет к врачу, бывают такие даже проблемы, ребенок не может объяснить, где болит, да, например, девочка, он просто будет говорить там. А для врача это тоже сложность. То есть не стесняйтесь сами называть вещи своим языком, и это тоже будет про раскрепощенность, про раскрытие некое. Но это не значит, что мы должны это кому-то зачитывать или еще что-то. Нет, для себя самой где-то в заметках там под паролем записывайте фразы. Можно даже записать аудио такую медитацию своим голосом, очень важно, обращаясь к себе, например, там вас зовут Лена, да, Леночка, любимая, я хочу тебе сказать, что ты имеешь полное право быть чувственной, нежной, сексуальной, страстной. Ты достойна любви, ты достойна чувствовать себя желанной, ты достойна получать любовь, ласки и нежность и дарить эту ласку и тепло своему мужчине. И вот надиктовать спокойно, медленно эту аудио такую медитацию и периодически прослушивать вечером, на ночь, утром, не знаю, когда в полупросоне еще. В этот момент просто наши фильтры сознания минимальные, и это напрямую погружается в наше бессознательное. А все, как правило, установки, они живут в бессознательном. Это первый момент. Что еще можно сделать? Можно нарисовать свою сексуальность. Есть такие методы арктерапии, песочной терапии, да. Это, опять же, не нужно куда-то выкладывать в сторис у себя, да, или еще что-то. Это можно в пост такой, да. Была на прямом эфире в Елизавете. Перешел какой-то странный тип, сказал нарисовать свою сексуальность. Вот, девочки, посмотрите, что у меня получилось. Да, но творчество, оно ведь с рождения. Если вы посмотрите на детей, они уже маленькие, только научились сидеть, ходить, и они уже ладошками способны что-то рисовать и восхищаться своим творчеством. Это в крови, это очень исцеляющее, ресурсное наше состояние. Так вот, если вы получали какие-то ограничения, блоки от родителей, от общества на тему сексуальности, то раскрыть ее можно тоже через творчество, через созидание. Вы можете взять просто краски, вы можете взять кисти, холст, и просто рисовать вообще, ну, я так грубо скажу, какую-то мазню. Это не должна быть какая-то конкретика, например, там, бутон розы или еще что-то. Хотя может быть, конечно, и какой-то объект без проблем. Но вот как вы ощущаете на данный момент свою сексуальность, свою женственность, свою внутреннюю девочку, своего внутреннего ребенка, как вы ощущаете близость с мужчиной, на что это похоже? На танец, на полет двух лебедей или на что-то, может быть, активное, более агрессивное. Как для вас это? И мы не стремимся, вот, ну что, я сейчас нарисую, у меня будет прекрасный секс. Нет, вы поймите, ваша сексуальность, ваша, я имею в виду, женская, она очень тонкая, она очень чуткая, она совсем не такая по энергетике, как у большинства мужчин. Не будем обобщать, мужчины тоже есть разные, очень чуткие, очень нежные, и женщины бывают разные, но в большинстве своем. Ваша сексуальность, как правило, она очень нежная, очень чуткая, и она очень ранимая, она как хрустальная ваза. И, к сожалению, эта ваза бывает, вот, чем-то запачкана, чем-то разбита, да. Вот рисуя просто свою женственность и сексуальность, вы тоже терапевтируете, вы тоже ее восстанавливаете, вы тоже прикасаетесь как-то к ней, изучаете мягко, нежно. И это тоже будет работать у кого-то быстрее, у кого-то плавнее, но это тоже будет по раскрытию. Знаете, я... Скажите спасибо, что я не даю вам такое задание. Я как-то смотрел в записи тренинг, на котором была группа человек 20, женщины. Это транслировалось все по телевидению. Был такой, может быть, сейчас тоже есть канал, назывался «Психология 21». То есть... По-моему, есть. У меня в Болгарии есть все каналы российские, и вот, по-моему, я его иногда переключаю, есть он. Вот, ты знаешь, и тем более, даже в Болгарии его показывают, и там было задание... Не, ну это у меня муж просто делает, там у нас есть телевидение всего мира, но я знаю, что есть. Я иногда включаю там какие-то дамские советы, и так, знаешь, там хожу что-то, вот так слушаю, какая-то передача. Да, да. Вот я раньше тоже особо его любил, и там прям был, была передача, тренинг, серия занятий. Женщина вела для женщин, для девушек разного возраста. Они в кругу сидели, и каждое занятие они что-то делали. И одно из упражнений было для них написать оду восхваления своей вагине. Ну вот я цитирую, это так было прям. Это при всех надо было делать. И это снимали камеры, операторы, мужчины, и это потом транслировалось по всему миру, ну, соответственно, да? То есть, поймите степень, ну, как бы растяжки. Я даю вам простенькое что-то, очень легкое, лайтовое. Хотя кому-то, может быть, то, что я сейчас... Нет, Костя, давай мы сейчас напишем, всех подключим, будем обсуждать. Я к тому, что начните с того, что вам комфортно. Начните с того, что вам приятно. Кстати, я вспоминаю своего преподавателя, профессор Лев Моисеевич Щеглов, ныне покойник, к сожалению, два года назад коронавирусом умер. И он поезжал к нам в Нижний Новгород, я из Нижнего Новгорода, и, например, освещая тему разных вкусов в паре, например, кому-то нужно вот в одной позе, днем, при свете, а, например, кто-то стесняется, ну, например, девушка, да, ей нужно вечером и так далее. И он говорил, что если такая пара обращается, то всегда мы работаем как? Мы, например, если парню хочется больше разнообразия, ярче, секс и так далее, то всегда мы парня, его вот эту, ну, не парня, партнера, скажем, который хочет больше разного, притормаживаем, его двигаем скорее к девушке и девушку чуть-чуть к нему. Чем он остается на месте и мы говорим девушке, ну, а что такого? Попробуй, вот то, что он хочет. Это же здорово. То есть очень бережное, чуткое отношение должно быть к этой сфере и у вас в том числе к самой себе. Хорошо. То есть такой элемент арт-терапии. Кость, дай обратную связь сейчас тебе дам. Я все хотела спросить из какого-то города, я теперь узнала, что ты из Нижнего Новгорода, я забыла, что я хотела спросить, думаю, потом узнаю. Вот. И еще обратная связь по поводу письму самой себе. Но я уже говорила, да, что я давно участвую в проектах там с психологами и с брачными агентствами и женщинами. Я сама работаю уже очень много, почти 10 лет. Это все интернационал. И как мне один психолог сказал, моя клиентка из Нидерландов, она приехала в Москву и, ну, она знает русский, но она уже забыла и там родилась и живет давно. И, в общем, она приехала и говорит, мне нужна консультация психолога. Я ей посоветовала, звоню Ольге, я говорю, слушай, я что-то не подумала, она по-русски плохо разговаривает, я говорю, как вы будете общаться? Она говорит, Лиз, ну, душа-то одна, и вот мне очень эта фраза понравилась. И вот эти вот письма, наверное, для кого-то это будет открытием. Я писала, конечно, ну, не связанные там с сексологией сейчас, а какие-то вот моменты, да, мне это очень помогает. И я это беру и вообще как бред сумасшедшего там получается, потом читаешь, думаешь, офигеть, вот это там у меня вылезло такое. Вот, это, конечно, интересно, я тоже всем советую. А то, что нарисовать, про это я не слышала никогда. Возможно, были в проектах, где сексологи работают со мной тоже в парах, но там немножко по-другому, там как бы женщин выдают замуж и там вот другие разговоры, но я про это не слышала. Но мне очень нравится, вот, я как раз хотела пойти, мне подарили абонемент в студию рисования, и вот я хочу, здесь у нас София очень такая большая студия есть, и я все не знала, ну, что я туда пойду, рисование как бы не моя тема, а вот сейчас как раз у меня будет повод, я пойду, и я не знаю, будет там задание или нет, но я думаю, что я смогу нарисовать. Значит, что нужно сделать, выразить свою сексуальность на... Женственность, да, и сексуальность, то, как ты ее чувствуешь сейчас. Это могут быть просто цвета, просто краски, это может быть какая-то форма, то есть то, как ты ощущаешь, отключаешь голову и больше погружаешься в эмоции, в чувства и рисуешь то, что идет. Здорово. Вот, и еще хочу сказать, у меня одна участница курсов была, она нарисовала мне мандалу, ну, наверняка знаешь, что это такое, вот, и я не очень этим увлекаюсь и интересуюсь, но мне, она нарисовала такую огромнейшую, она у меня дома в России висит, и она такая розовая, золотом, серебром, там она всякие стразики понаклеила, и вот она как-то увлекается вот этим рисованием мандалой, и она мне сказала, что, Лиза, это твоя сексуальность и твоя женственность, там, спасибо, что ты даришь женщинам красоту, и вот это символизирует тебя, но для меня это просто как картинка, но она вот пользуется такими вот услугами, что к ней обращаются, и вот она рисует других людей, вот там эмоции, и вот сексуальность, и женственность, то есть я что-то сейчас вот это вспомнила. Да, есть такие направления, целые, арт-терапии, которые только в этом направлении работают, и так раскрывают разные аспекты личности, в том числе и сексуальность, и женственность. это так, хорошо. Отлично, так, купер, дальше поехали. Давай, да, дальше, смотрите, сексуальность и женственность, это те аспекты, которые напрямую связаны с нашим телом, то есть сложно представить себе сексуальность в отрыве от тела, и есть такое направление, как телесно-ориентированная терапия, психотерапия, и здесь тоже не нужно этого избегать. Что здесь можно сделать? Ну, если говорить, самый такой тоже лайтовый вариант, это оставшись одной дома, завязать себе глаза лучше, ну, либо закрыть, включить какую-то музыку, можно без музыки, и просто начать танцевать через танец, выражая свою женственность и сексуальность. То есть, этот танец не должен соответствовать каким-то канонам и правилам, да, вот у меня, например, дочка занимается спортивным бальным танцем, там есть четкие характеристики. Да, я, кстати, видела, такая красотка, несколько сторис я там выставлял. Да-да-да, спасибо большое. Так вот, это не такой танец должен быть, да, это должен быть танец вашей души, вашей внутренней девочки, вашей сексуальности, и не для того, чтобы кому-то продемонстрировать, нет, вы одна в комнате с закрытыми глазами, даже сами не смотрите, не оцениваете, максимально убираете в этот момент оценочный фактор. И танец может длиться сколько угодно, и две минуты, и десять минут, сколько вам захочется. Я однажды проходил... Сутки, сколько хотите, столько танцуете. Да-да-да, пока, главное, с перерывом на еду. Я однажды был на мероприятии, где нас было таких, ну, двадцать человек, причем и мужчины, и женщины, но мы были все в повязках, и мы танцевали полтора часа под разную музыку, под шаманский бубен, под какие-то колокольчики, но вот такого состояния релакса, расслабленности. Там был большой зал, мы практически не касались, случайно иногда где-то там пересекались, но это было что-то нечто, да, когда ты танцуешь не из головы, типа, вот такое движение, сейчас делаю такое, а из тела, как будто тело само умное, и показывает те импульсы, которые нужны. Вот здесь примерно то же самое, ведь секс можно сравнить с танцем двух партнеров, да, и для того, чтобы танцевать в паре, нужно самой сначала научиться танцевать самой собой, и это потрясающий способ для того, чтобы выразить себя, мы про выражение, сексуальная энергия, она творческая, она выразительная, и это простая практика. Константин, извини, я тебя перебью, я сейчас за кадром уже слышу вопросы своих подписчиц, а если это сделать вместе с мужем, ну, как бы, договориться, да, мужчины же не всегда на такое соглашаются, это женщины, такие более социально активные, там, я-я-я, а мужчины, ну, сам знаешь, да, есть, конечно, которые там поддержат, но могу так сказать, ну, что там за фигня, да, вот, как это можно мужу, например, своему предложить, или там, парню, ну, вот, чтобы вместе это сделать, и объяснить, для чего это надо, ну, так как я... Не стоит ли это делать, в общем? Да, 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 так как я в прошлом все-таки очень много проводил тренингов по продажам, то я понимаю, что все нужно продавать, друг другу мы, да, грубо скажу, продаем. по-разному может быть. Можно начать с того, что мне бы хотелось для тебя станцевать, можно начать с того, что, ты знаешь, мне бы хотелось что-то новое добавить в нашу интимную близость, как ты смотришь на то, чтобы абсолютно выключить свет и потанцевать друг для друга с закрытыми или с открытыми глазами. Вообще, я бы, я не сторонник того, что это обязательно нужно сделать, если вы чувствуете в этом потребность, потому что это будет совсем другая практика, если вы танцуете в паре, нежели вы один. Это, понимаете, это очень, это про близость, а близость, она допускает, она предусматривает большую степень доверия. И если вы чувствуете, что в вашей паре есть такая степень доверия, что если я проявлюсь перед своей супругой или я проявлюсь перед мужем, по как-то странно, неожиданно, он не обесценит это, даже взглядом, он не, потом как-то мне это не припомнит. Вот если этого ничего нет, попробуйте, но скорее всего вы даже не зададите такой вопрос, стоит ли пробовать. Вы почувствуете, что да, супер это сделать с мужем. Можно же просто взяться за руки и смотреть глаза в глаза друг друга. Я тоже был в такой практике, когда мы полчаса смотрели, не отрываясь в глаза друг друга. И в этот период можно подарить гораздо больше любви, чем во время там ласки и массажа. Это какой-то другой язык, но это тоже язык, который понимают наши души. Как ты хорошо сказала, душа-то у всех единая. Но, знаешь, да, я хочу тут момент сделать, именно что это такое задание со звездочкой, сделать это с мужем, а задание базового уровня, которое, как ты видишь, я стараюсь такие базовые вещи давать, не очень сложные, это станцевать одной наедине с самой собой, потому что в сексе очень важно принятие себя, принятие, раскрепощение. Следующим шагом может быть танцевать, видеть свое отражение, но танцевать не какой-то танец, а именно выражая себя. И еще какой момент я здесь хотел сказать, а, про принятие. Есть очень простое упражнение, оно называется упражнение зеркало. И в одном из своих видео я тоже об этом рассказываю, наверное, ты тоже об этом слышала, когда я предлагаю девушке взять зеркальце или большое зеркало и смотреть, глядя на себя, и начать вот тому отражению, которое она видит, увидеть, во-первых, в ней живого человека, увидеть себя со стороны и сказать ей какие-то очень важные, ценные, мягкие слова, ну, приятные комплименты. Не говорить там, ты такая красивая, но вот нос у тебя большой. Нет, так не принимается. Просто похвалить, просто сказать, что я рада, что ты у меня есть, ты очень красивая, мне нравятся, какие у тебя глаза, мне нравятся твои пышные губы, мне нравятся твоя тонкая шея. Прям искупать саму себя вот в этом потоке любви, принятие и одобрение. Замечательная практика, я такое тоже не слышала, прям супер. Это вот, девушки, слушайте, это всегда помогает нам в создании образа, когда особенно мы делаем макияж. Я всегда на своих курсах говорю, что ищите больше достоинства, чем недостатки. Это знаешь, там какой-нибудь фестиваль, вот я помню, проходил там Мисс Россия, там она на Мисс Мира презентация, или там, допустим, вот я работаю там в Звезды Болгарии, да, там в проектах там с косметикой Севентин, Радиант, еще кто-то. Мы сближаемся, когда начинаем общаться, ну я как профессионал должна это сделать, и я со всеми в близком контакте, скажем так. И когда мы уже второй, третий раз встречаемся, я уже понимаю, что она говорит, а у меня там уши торчат, ноздри у меня широкие, я там такая и такая, она там звезда, на нее там пол Болгарии, Румынии, там вот сейчас я вела вебинар, да, там молятся, там вау, она там идеала, у нее в голове вообще. И что бы ты ни сказал, все вот она такая вот, и как бы вот эти вот недостатки, которые чаще всего про себя женщины знают, я думаю, что эта практика поможет как бы научиться принимать, которые она сама себе в голове нарисовала. Да, ты знаешь, я поймал себя сейчас на мысли, что мы с тобой по сути занимаемся одним и тем же, украшаем людей, но делаем их краше, ярче, проявленнее, ты внешне, а я с душой, но с разных сторон, но про одно и то же. И одно без другого не может, и то без первого не может, да, то есть вот эта гармония, что я люблю, принимаю, горжусь своей красотой изнутри и снаружи, это очень важно. Почему? Потому что во время близости, по статистике, очень часто девушки думают о том, как они сейчас выглядят в глазах партнера, ну не знаю, подтвердишь ты или опровергнешь, да. Тоже постоянно это слышим. Это просто очень мощный блок, который все физиологическое удовольствие сводит на нет, и психологический вот этот блок, как там, не висит ли у меня где-то что-то, да, нет ли у меня там целлюлита, вот он сейчас это увидит, эти мысли блокируют как раз женскую сексуальность и проявленность в моменте. Поэтому начните с того, чтобы принимать себя в зеркале. Опять же, задание со звездочкой, это быть перед зеркалом абсолютно ногой, и посмотреть просто на себя вот такая, какая вы есть, полностью обнаженная, и дать себе принятие, любовь и похвалу вот такой, целому образу, не только лицу, не только верхней части тела, а и всему. Прям, знаете, это даже не только в словах, это можно делать, когда вы там принимаете душ, взять прям себя и погладить, нанести крем или нанести гель для душа, не вот просто там в торопях, как обычно люди это делают, а с заботой, с прикосновением, как будто вы душу внутри себя гладите, как будто вы ту внутреннюю девочку, которая чаще всего истосковалась по каким-то словам, теплу, бережному отношению, вот ее вы гладите внутри, она будет это чувствовать, и с каждым разом все сильнее и сильнее откликаться. Константин, а у женщин, у которых с этим все нормально, в том плане, что она, вот очень часто я тоже, ну, женщинами же очень много, каждый день я общаюсь, и за неделю это сотни женщин там в чатах, и мы не только про красоту говорим, но поверхностно же я слышу и читаю обратную связь, там, как меняются образы, как реагируют мужчины, как они находят мужей там и так далее, да, женщина продает себя внешне сначала для мужчины, кстати, вот это потом хотела тебя еще спросить, вот, и, так, извини, про что мы говорили, 300 мыслей в голове. Ты говорил, наверное, про тех, у кого все в порядке с этим. Да, вот, и, допустим, есть девушки, знаешь, там, ну, как многие говорят, это чаще всего, ну, просто примеры жизни, там, да, в университете учатся, две подружки идут на свидание, одна там супер красивая, идеальная и все такое, а другая там, ну, как бы не очень красивая, и, может быть, не очень там такая ухоженная, но она привлекает внимание мужчин больше, вот, то есть, у тех, у кого вот с этим все в порядке, что они себя принимают такими, какие они есть, им тоже эту практику нужно делать? Слушай, она никому не помешает, как, знаешь, как витамины, как фрукты, но если блока какого-то нет в плане сексуальности, принятия своей красоты, женственности, сексуальности, и во время интимной близости девушка не парится по поводу, как она выглядит, принимает ли ее мужчина или такой, или нет, то тогда не стоит. Лучше можно попрактиковаться уже больше в телесных практиках, я сейчас как раз хотел к этому перейти, что одно из следующих упражнений, это может, оно так и называется, прям в литературе сексологической, интимный самомассаж, причем это не про то, что мы должны заниматься там каким-то какой-то мастурбацией, да, нет, это про ласки своего тела, про признание, про прикосновение, причем прикосновение, если вы задумаетесь, у нас в коже, вот, не знаю, медики должны подтвердить, врачи в коже есть разные рецепторы, которые отвечают за чувствительность, надавливание, тепло, холод, скорость прикосновений, ну и так далее, то есть, варианты прикосновений могут быть такие разными и так по-разному нами интерпретироваться, что нам кажется, что, вот, некоторые мужчины считают, что эрогенные зоны у девушки, это как кнопки, пять минут вот здесь жмешь, пять минут здесь, все, она как бы готова. Вот, откуда у них в голове эта информация, у вас точнее, где вы это берете? Ты знаешь, мне прям хочется сказать, что, слава богу, что у некоторых хотя бы эта информация есть, есть, к сожалению, много мужчин, у которых вообще нет понимания, что женщина, женщина как-то должна там быть возбуждена мною в плане прикосновений, я есть, я вот такой великолепный стою, все, ты должна хотеть, в фильмах так показывают, к сожалению, у многих так, знаешь. Я извиняюсь, я смеюсь, ну. Не, все нормально, я, знаешь, вообще без проблем. Поэтому, если он хотя бы пытается как-то неловко своими там большими мужскими руками что-то где-то ласкать, нажимать и целовать, это уже хорошо. То есть, как минимум, такой мужчина обучаем, скорее всего, он что-то старается, он не для себя, скорее всего, это делает, но для себя это, скорее всего, будет что-то грубое, нажатие, там какое-то такое, ну, как правило. А если он старается, если он тем более спрашивает, как тебе, как тебе нравится, это уже мужчина подарок, даже если он пока на, ну, там во втором классе, грубо говоря, как любовник, ни в третьем, ни в пятом, ни в десятом, но он стремится обучаться, и вы можете ему показать и рассказать, как это. И, кстати, знаете, такой лайфхак, хитрый трюк, если говорить вот с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии, даже поведенческой, мы люди, которые, у которых очень много рефлексов, ну, извините за такое сравнение, как у животных. Мне не очень близка эта тема, но она реально работает. То есть мы друг друга дрессируем. Ну, например, ваш мужчина делает вам массаж, и вы в этот момент как-то реагируете, ну, постановаете, либо хвалите в этот момент. Это называется позитивное подкрепление. И вот просто ваша реакция может быть усладой для уж мужа, мужчины, и ему будет хотеться делать этот массаж чаще. И есть даже такая игра, очень простая, когда вы с вашим партнером, ну, там, раздеваетесь в постели, вы ложитесь, и он как-то начинает к вам прикасаться, ну, делать какой-то массаж. И вы можете говорить только «да», это значит «продолжай», «нет», то есть «попробуй что-то другое», или там «я подумаю», то есть «продолжай, но возможно я переделаю». И называется таки «трогательное отношение», когда мы просто друг друга трогаем и находим, мы не комментируем как-то это, мы не говорим, что «ну вот опять ты там своими грубыми руками там что-то начал делать», мы просто говорим «да, здорово», или там «попробуй что-то другое». И на самом деле это потрясающий может быть опыт друг для друга, да, потом меняемся, но там 10-15-20 минут наоборот, и мы лучше узнаем себя, и наша сексуальность становится гораздо тоньше. Это знаете, как съесть, можно наесться ведь и фастфудом, и гамбургером, а можно почувствовать изыски высокой кухни или там классической музыки. Вот как-то у вас, скорее всего, же секс существует, ну не тебя конкретно, да, Лиза, я имею в виду, у девушек. Это уже профессионально, ты клиента видишь же на автомате, как-то же у вас существует. Да-да-да. И если он есть, и вас он устраивает, да не нужно заморачиваться. Если он есть, но вас что-то не устраивает, вот нужно поработать, возможно, с рецепторами, с ощущениями, как вы это ощущаете, как вы это чувствуете, да, вот все эти упражнения, они по сути про это. Пора потрогать, пора прикасаться, про... Ну вот есть еще очень такое интересное упражнение, когда пара заходит в душ, и задача помыть друг друга без рук, не прикасаясь руками. Очень простое упражнение. Вообще никакой частью рук? Нет-нет, ладошками не прикасаясь. А, ну то есть можно вот так, вот там ногами. Видишь, у тебя уже фантазия включается, сразу... Да, я уже представила. Да-да-да, и это ведь тоже такой простой способ, доступный всем, как можно добавить что-то интересное, разнообразить. Так, хорошо, хорошо. Лиз, давай, может быть, ты скажешь, что еще... Давай я одно еще упражнение скажу, оно такое телесное. Вот про интимный самомассаж я сказал, что это может быть про прикосновение любых участков тела, столько, сколько вам хочется, так, как вам хочется, для того, чтобы понять просто, а какая я, какая моя сексуальность, где я себе запрещаю что-то, где мне приятно, где мне нет. Потому что мне же, ну, если хочется обучить этому моего партнера, мне нужно самой понимать, как это, да? Но опять же, у всех разная культура, у всех разное воспитание, и не делайте, если это претит вам, мои слова, если они не ложатся вам на плодородную почву. Но еще... Спасибо, что ты про это сказал, потому что у нас все тут очень-очень разные, да. Конечно, если здесь у тебя люди со всего мира, очень важно, чтобы вы просто усредненный какой-то, взяли что-то, что откликнулось, то, что не откликается, знаете, как в магазине одежду, нет, это я не возьму примерочным, а вот это я, пожалуй, использую. Но еще про телесно-ориентированную технику, что я хочу сказать, нередко бывает, что все, девушка себя принимает, не было каких-то запретов в детстве, все хорошо, и она там получает оргазм, да, ну вот здесь тоже важный момент, она получает оргазм, например, наедине с самой собой, ну вот, если, это тоже чисто сексологический такой подход, и, например, не получает с партнером, это одна история, если она не получает оргазм вообще ни с кем, и наедине с сама собой, тоже, это другая история, и тут по-другому будем работать, но нередко блоки и зажимы, они, знаешь, на телесном уровне прям проявлены, но замечала, например, когда мы чего-то боимся, мы сжимаемся, либо если у нас какой-то гнев, ну, у нас как будто вот из солнечного сплетения что-то поднимается, точно так же про женские какие-то вещи, если девушка испугалась, допустим, что-то какая-то агрессия была, сжимается внутри, и я много работаю с психосоматикой, вот такой случай не у меня, правда, был у коллеги, что однажды, кстати, в твою тему, в тему мейкапа, история, девушка обращалась к моей коллеге, к моему преподавателю, она не могла забеременеть, и так как я тоже, и она работаем в эмоциональной образной терапии, она предложила, нарисуй, вот к вопросу о рисунке, нарисуй, как выглядит твоя матка, и она рисует просто чашу такую, чашу, но разбитую, и она говорит, хорошо, а как должна по природе своей выглядеть вот твоя матка, да, вот, и она рисует красивую там вазу или чашу, и она говорит, скажи, пожалуйста, а что, какой образ сделал вот эту красивую чашу, вот такой вот разбитой, некрасивой, и она рисует такую змею черную, с такой головой выделенной, и в тот момент, когда она рисует, она говорит, а ты знаешь, у меня был, был такой случай, я где-то в пять лет, когда никого не было дома, взяла мамины тени, помаду, и нанесла себе макияж, как могла, как умела, размалевала себя, и пришел папа, увидел это все, а он был военный, он снял ремень, и начал ее бить за это, ремнем, приговаривая, что там фраза была такая, что ты девочка, а не девка, ты девочка, а не девка, и вот он это сделал один раз, но она на всю жизнь, не то, что запомнила, она детей не могла иметь, потому что по всем врачебным показателям у нее все было хорошо, но ее сексуальность, ее нежность, ее чуткость, и женственность была вот так вот жестоко травмирована, и там, по-моему, пять сеансов всего было с этой женщиной по работе с восстановлением своей женственности, она забеременела, родила ребенка, можешь себе представить, то есть казалось бы... Да, Кость, я знаю такие истории, вот еще раз повторюсь, я женщинами давно работаю, и каждую неделю очень много, хоть это и связано с макияжем, но на самом деле это очень глубоко, и вот в этом плане, что я часто, когда слышу обратную связь, вот мы собираемся там онлайн-выпускные, она говорит, спасибо вам большое, я никогда не носила там красную помаду, или я никогда не делала макияж, и это прям вот такие пунктики, которые вот если группа выпускной, там участницы, которые пришли онлайн-курс, допустим, там 60 человек, из них 40 об этом скажут, понимаешь, я даже у психологов спрашивала, ну потом уже как бы, когда ты с этим сталкиваешься, уже на автомате, но потом, когда там у женщины уже, знаешь, постоянно с психологами общаешься, задаешь уже сам наводящие вопросы, и потом выясняется, что вот ей там брат, когда ей было 15 лет, она поехала к бабушке в деревню, там на дискотеку собиралась, ну вот из последнего, что я слышала, и он ей сказал, как проститутка, выглядишь с этой красной помадой, не позорь семью там, ну что-то такое, ну и в общем она, все, красная помада навсегда ушла, и вот спустя там, от этой 15-летней до там 50-летней женщины, она все это время боялась этих красных помад, потому что как проститутка будет выглядеть, и потом, когда индивидуально я общаюсь, и мы, ну только про макияж говорим, она начинает там, мы встречаемся, она говорит, ты знаешь, да, вот мне мой брат так сказала, я про это подумала, а потом, когда я уже на курсе, я в курсах побывала, я раскрыла себя, я сделала макияж, я вспомнила это, и мне не было страшно, ну потому что я уже взрослая, я другая, и ко мне не относились там так, как мне пообещал там брат, да, и очень много я слышу вот таких вот, конечно, блоков, которые вот связаны с женским преображением. Да, и чтобы разблокировать эти блоки по-разному можно, да, и через рисование, и через образную терапию, и через танцы, танцевально-двигательную терапию, но сексуальность, она еще сама по природе своей, когда она разогревается, она агрессивная, ну, то есть в хорошем смысле этого слова, и у некоторых девушек стоит блок на проявление агрессии, ну, когда, допустим, родители говорили там, не злись, не кричи на мать, там, да, что-нибудь такое, запреты на проявление вот своих эмоций, разных, немножко там, даже каких-то диких животных, и вот есть очень простое упражнение, это то, когда ты делаешь определенное дыхание, ты делаешь глубокий вдох через нос, и выдох, вдох делаешь в область низа живота, и выдох делаешь со звуком ха, так, давай я покажу вот так вот, хааа, хаа, ну, прям со звуком, и ты знаешь, звук может меняться со временем, он может превращаться в легкий крик, он может, то есть через звук, выпускать те блоки, которые есть, и вот это вот дыхание ха, оно очень природное, можно даже, если это делать стоя, прям потопать пяточками, а пол, чтобы вот прям какое-то звенящее, звенящее пошло чувство в теле, разогревать тело, разогревать все свои внутренние органы через вот это глубокое дыхание, вдох-выдох, только будьте аккуратны, если, не дай бог, у вас есть ограничения по сосудам, по сердцу, после инсульта ни в коем случае такие вещи нельзя делать, активное дыхание. Но если противопоказаний нет, я бы рекомендовал это поделать, прям вот так потопать, подышать, разбудить что-то внутри себя. Тоже, возможно, кому-то откликнется, можете взять с собой в практику это упражнение. Здорово, классно. Лиз, давай, может быть, к вопросам перейдем. Да-да-да, я тоже хотела тебе предложить. Девушки, включаем комментарии, пожалуйста, пишите свои вопросы, что вам интересно. Интересно. Сейчас Константин нам ответит. И, Кость, я очень тебе благодарна. Интересный прямой эфир. Конечно, у нас впервые такие откровенные разговоры здесь, потому что мы говорим про макияж, про красоту, про женщин, про клиентов. Но так как у меня аудитория женская, это 99%, то я решила сделать эти бьюти-пятницы, чтобы делиться и много всего полезного, интересного рассказывать. Друзей у меня много везде по всему миру, которые интересно могут чем-то поделиться. Поэтому, девушки, пожалуйста, спрашивайте. Все, что вам интересно, Константин сейчас ответит на ваши вопросы. И, конечно же, обратную связь хотелось бы еще прочитать от вас. Что интересного вы узнали для себя? Да, мне, знаешь, мне очень приятно, что у тебя именно женская аудитория. И мне легко и комфортно говорить, казалось бы, на такую тему с женщинами. Иногда я слышу, что мужчина, я не пойду к мужчине, да что он там понимает женской сексуальность и так далее. Но у меня ощущение, что вот я просто из детства как-то больше с девочками общался. Часто мне доверяли какие-то очень тайные секреты. И мне очень легко на эту тему общаться, поэтому не стесняйтесь, задавайте те вопросы, которые вас интересуют. Я старался максимально корректно дать эту тему, да, чтобы никого не задеть, никого не обидеть. Потому что тема острая, как ни крути, да, там, секс, политика, вероисповедание. Это три темы, когда ты просто танцуешь на острие ножа. Кость, я сдерживала агрессию у дочки, говоря ей, что она не может так себя вести. Но, послушав вас, поняла, что я не права. И вот еще эфир потрясающий, спасибо за такие полезные советы. Скажите, пожалуйста, я слышала, что чем позже мужчина вступает в половую связь, тем выше его интеллект. Это так? Здесь я могу только поделиться своими какими-то наблюдениями, потому что статистику я такую не знаю. Но я знаю точно статистику, не скажу на основе какого это исследования точно. Но нам говорили, что чем раньше вступает, неважно, мужчина или женщина в половую связь, тем менее постоянен этот человек вообще во всех сферах своей жизни. И чем позднее он вступает, кто-то в 25 лет, да, тем более консервативный такой человек. Вот это исследование есть, оно проводилось, это да. Насчет интеллекта не могу сказать. Так, вот опоздали на эфир, но в записи можно будет посмотреть, и также на моем канале YouTube дублируется. Как с мужчиной говорить о своей сексуальности, если он считает эти темы неприемлемыми? Хороший вопрос. Есть у меня тоже такая техника, которую я нередко рекомендую, называется письмо мужу. То, когда тет-а-тет, не удается поговорить, да, причем не только на тему сексуальности. Кто-то вообще не может говорить, я не могу с ним вообще никакую тему обсудить нормально. Здесь, конечно, уже большой вопрос, что там за отношения. Но бывают какие-то темы, например, эту, которую сложно обсудить. Я рекомендую прям написать письмо. Написать письмо мужу. У меня даже есть, кстати, шаблон такого письма. И если нужно, вы можете добавиться ко мне, подписаться, написать мне в директ слово письмо. Я вышлю этот шаблон, как он выглядит. Где очень подобраны фразы и формулировки, чтобы это было мягко, экологично, корректно. Но дальше вы можете вставить свой текст. И написать, что вам нравится, во-первых, уже, например, в близости, в отношениях с мужем. За что вы цените его. Ну, что-то хотя бы, он что-то же, наверное, там полочку прикрутил. Не знаю, отводит ребенка в садик. И что бы вы хотели добавить, что бы вы хотели улучшить, изменить. Добавьте тоже вот эти фразы. Заверните в конверт и куда-то положите ему, не знаю, в карман, пиджака, костюма, в портфель, еще куда-то. Ну, на видное для него место. Только не нужно спрашивать, ну, как ты там прочитал, я тебе письмо вложил, да. Может быть, он прочитает, что-то западет в душу, что-то, может быть, не западет. То есть не ждите, что однозначно он прочитает и изменит свое поведение. Но это хотя бы нивелирует вот этот барьер, когда мы не можем глаза в глаза общаться открыто на какую-то тему. И это бывает, и это тоже нормально, но как обойти, вот попробуйте с помощью письма. Еще многие мои клиенты говорили, что когда мы где-то порознь с женой, просто в мессенджере переписываемся, мы можем более широкий аспект тем обсудить. И это тоже может быть вариантом, да, например, что просто разойтись по разным комментам, а пообщаться через WhatsApp, как вариант, просто как идея. Еще, Константин, подскажите, как сексуальность влияет на финансы? Много есть мнений на этот счет. И я сторонник того, что сексуальная энергия – это исток любого творчества, а финансы во многом связаны с нашей творческой проявленностью. Так вот, мне кажется, это моя гипотеза, я могу ошибаться, что у мужчины, если он очень много растрачивает сексуальной энергии в сексе именно, то его творческая, а следовательно, и финансовая сфера, как правило, могут страдать. Но есть исключения точно. У женщины раскрытая женственность, раскрытая сексуальность, принятие себя как своей женской роли, оно дает потрясающий эффект в общении, в коммуникациях, как с мужчинами, так и с женщинами. Потому что мужчины, понятное дело, влюбляются не только во внешность, но в энергетику, в принятие себя женщиной. Поэтому, мне кажется, налаженные отношения со своей сексуальностью и мужчинам, и женщинам дают потрясающий результат в финансовом плане. То есть я бы занялся этим аспектом, если вы чувствуете, что в финансах как-то не очень, я бы пристально под лупой посмотрел, что там с сексуальностью. Кость, еще. Если тело просит любви, а дома особо не получает, то можно идти к другому любимому? Ты представляешь, на что меня твои подписчики или мои провоцируют? Конечно, я вам не скажу, можно или нельзя. Потому что это настолько острый вопрос для каждого, в том числе и вероисповедания, и принципов, и морали, что здесь очень все субъективно. Но индивидуально я могу помочь разобраться человеку, какие варианты есть решить свою задачу и проблему. Для кого-то это уменьшение количества близости, для кого-то это, к сожалению, будет поиск другого партнера, и кто-то живет так 30 лет в семье. У меня есть такие клиенты, которые в семье живут, но у них есть постоянный другой партнер. И я не осуждаю их, я принимаю другой вопрос, одобряю ли я это. Тут по-разному я могу сказать. Поэтому ищите те варианты, которые возможны вам, в вашей паре. Лично я вас за это не осуждаю, за поиск такого варианта. Но в долгосрочной перспективе он не всегда может быть наиболее хорошим, наиболее качественным. Спасибо за эфир. Константин смотрел ваши ролики в ТикТок. Очень полезный эфир и полезный контент. Вопрос. Во сколько лет рекомендуется говорить о сексе с мальчиком и девочками, и как это начать? Есть разные мнения. Мое личное мнение, что оптимально начать говорить именно про сексуальность, про разницу полов, где-то примерно с 5-6 лет. Ну, 4-6 лет. Но я сторонник, чтобы это сделать перед школой. Потому что в школе уже у всех доступны смартфоны, и там ребенок может столкнуться с неподготовленным, вот прям с какой-то очень прямой, жесткой, шокирующей информацией. Когда он будет понимать, что есть вот такая тема, да, он увидел, ага, вот так еще бывает, да, допустим, какой-то сверстник показал, его это как минимум не травмирует, не шокирует. Что некоторые говорят, что нужно разговаривать прям чуть ли не с рождения. Ну и здесь что имеется в виду? Про гигиену, про важность прикосновений, что, допустим, есть такое понятие правила трусиков, правила нижнего белья, что никто не имеет права прикасаться к тебе, да, к определенным частям тела, будь то это друг семьи, врач или еще кто-то без твоего разрешения на это. И это очень правильно, на мой взгляд. То есть сексуальность – это очень широкая тема. Непосредственно про половой акт и близость, наверное, все-таки это уже ближе в школьном возрасте. Но про то, что есть разница полов, да, есть разные половые органы, есть настольные, ну, есть книги очень хорошие, например, книга Юлии Еременко «Интимный ликбез с родителями и без», я рекомендую эту книгу. Также есть книга, я не помню авторов, такая она большая, красочная, давай поговорим про это. Вот эти две книги потрясающе помогут вам вместе с ребенком посмотреть в картинках, и там такой немножко комикс как бы, да, проговорить мягко, даже если вы стыдитесь этой темы. Но я рекомендую вот в возрасте, начиная с 4 до 6, там, 7-8 лет, вот в этот диапазон, как-то уже касаться этой темы, потому что у ребенка в этом возрасте и так познавательный интерес, активен, и вы просто говорите, что да, вот есть такая тема, есть вот тема еды, тема, там, не знаю, путешествий, а вот есть тема устройства человеческого тела. Отлично. Кость, ну, очень много слов благодарности. Всем очень понравилось, буду практику использовать, применять. Я очень рада, девушки, что вам понравилось наше сегодня-бьюти-пятница. В принципе, как и всегда, меня это очень радует. Вот, Константин, вопрос от меня. Скажи, пожалуйста, как важно женщине ухаживать за собой и меняться каждый день? И важно ли это для женщины? Ты знаешь, ну вот, мой психолог внутри меня говорит, что самое важное принятие себя. Но, с другой стороны, мы очень много живем в социуме, мы очень много живем и тоже смотрим на себя. И, на мой взгляд, очень важно дарить любовь к самому себе. Я постоянно, практически на каждой консультации, в какой-то момент сталкиваюсь с тем, что когда-то взрослый человек не принял, отверг или критиковал своего внутреннего ребенка. Так вот, любовь к себе – это во многом забота, это во многом принятие, это во многом ухаживание за собой. И это речь не только о душе, там, выхвалить себя и так далее. Это в том числе и массаж, это в том числе и пилинг, и мейкап, это в том числе и спорт, какой-то фитнес, и то, что мы едим, поглощаем. Это все про любовь к себе. И, наверное, самое главное, что я бы хотел сказать, что изменения, они неизбежны, они происходят, и это нормально, то, что мы меняемся. Очень важно, чтобы вы шли в этих изменениях с ощущением радости, гордости себя, с наслаждением, с ощущением, какая я классная, красивая, элегантная, стройная, шикарная. И мне очень радостно и отрадно, что ты в этом помогаешь такому огромному количеству девушек по всему миру. Да. Но я почему тебе этот вопрос задала? Я хочу просто еще, как бы я знаю за кадром вопросы, и сразу, чтобы на время не тратить, смотри, очень многие часто задают вопросы, когда начинают работать, да, там, особенно вот я работаю с консультантами разных косметических компаний, ну и, конечно же, консультанты морякей, они работают со всеми. И, то есть, это не когда консультанты, с кем я работаю, которые в департмент-сторах, там, в специализированных магазинах, к ним пришли люди, и они уже направленно пришли к ним, да, то есть им работать проще. А здесь, как бы, они всех женщин любых там социальных слоев, скажем так, да, любых возрастов, то есть работают со всеми. И, конечно, я очень часто на курсе слышу, когда мне задают вопрос, ну а если она только ресницы красит, а вот если она там, если только мылом умывается, то это хорошо. Я чаще всего, вот из того, что я видела среди женщин всего мира, в 17 лет я работаю в битиндустрии, чаще всего я считаю, что у женщины нету мотивации, для чего быть красивой и уделять себе внимание и ухаживать за собой. Это так, Костя? Да, я считаю, что, опять же, обобщу, но на постсоветском пространстве, на русскоговорящем пространстве очень много в наших предках и культуре это такое пофигистское отношение к самому себе. То есть это только работа, дом, дети, и мне больно смотреть на женщин, которые родили ребенка и превратились только в родителя, только в маму, забыв о себе, о своей внутренней девочке, забыв о своей красоте, поставив на себе крест уже в 40 лет вообще, то есть прям все, это в 30 даже, в 35 уже ставят. Да раньше, да, бывают. Да, 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 и поэтому абсолютно верно, здесь нет мотивации, потому что человек уже как будто молодость прошла, и значит незачем. Нет, очень часто бывает, что самое интересное только начинается. Ну да, да, много историй могу рассказывать, как там мои клиенты, там, знаешь, до 50 лет, они там макияжа не делали, потом мы жили в Штатах, они там звонили ночью моему мужу, отпустите Лизу, мы купим там бизнес-класс, чтобы она приехала и показала макияж, и я там, что случилось, там, прилетаю, я замуж, выхожу, хочу, чтобы ты мне показала, только вот так. Ну, то есть мотивация такая вот сильная. Ну, это да, это, конечно, важно, и вот на своих курсах я как раз-таки этому обучаю, как возбудить женщину, и не дай бог, конечно, нам оказываться в таких ситуациях, и про это мы тоже всегда и говорим. Спасибо большое. Ну, очень много слов благодарности здесь написали. Кость, спасибо тебе. Ну да, и нам напоследок какой-нибудь совет. У нас такая традиция, все наши гости на пить в пятницу какой-то совет дают перед выходными. Практики мы, конечно, для себя выбрали. Я вот лично точно буду рисовать, я пойду, как раз-таки у меня этот абонемент лежит уже второй месяц, и я думаю, что я там буду делать? Ну, конечно, пойду там, поучусь и обязательно воспользуюсь красками, нарисую там свою женственность и сексуальность, какой я её вижу. Ты знаешь, мне хочется дать такой совет, что вам всем разный, у вас у всех разный возраст, и у каждого свой путь, свой духовный путь, свой какой-то обычный путь, карьерный путь. Мне бы хотелось, чтобы вот после сегодняшнего эфира кто-то из вас, чем больше, тем лучше, шли по этой жизни с ощущением гордости, радости, ощущением того, что я не просто там кусок мяса, что-то делающее, кушающее и так далее, а я такая душа, заключённая в человеческой оболочке. И ваше тело – это храм души. И, как в любом храме, он должен быть красивый, ухоженный, в нём должна быть чистота как внутри, так и снаружи. И задумайтесь об этом, почувствуйте, что, наверное, не очень правильно это то, когда мы занимаемся только своей душой и забиваем полностью на внешность. Также другая сторона, когда мы только заботимся о своей внешности, а внутри у нас обиды, терзания, какие-то страхи, сомнения. Вот я очень хочу пожелать, чтобы каждый из вас почувствовал, что вы – это не просто тело, а вы – это душа в человеческой оболочке. Отлично. И давай я два слова скажу, что если кому-то будет интересно, вот по поводу письма мужу, да, о которой технику я говорил, плюс также я ещё подготовил специально для твоих подписчиц технику, ну, такой PDF-файл, небольшой мини-книга по поводу того, как улучшить романтические отношения, как 25 советов, как вернуть и возобновить романтику в отношениях. Если кому-то из вас это будет интересно, подписывайтесь на меня, напишите просто в директ мне слово «что подарок», слово «подарок», и я вам скину ссылку на вот этот файл. Да, у меня тоже есть такое предложение, это для подписчиков Константина, напишите мне в директ слово «подарок», и мы подарим вам замечательный чек-лист, по которому вы можете создать себе кожу класса люкс. И что это такое, вы узнаете, подписавшись на меня. Это мой бренд – кожа класса люкс. Кость, тут моя мама написала, что она до сих пор пользуется твоими техниками и вспоминает тренинг, который был в Саратове, и передает тебе большой привет. О, спасибо большое. Светлана, да, ведь я помню? Да, Светлана, огромный-огромный большой привет. Потрясающая была и организация, и тренинг, который был в Саратове. Так, ну что, дорогие девушки, будем прощаться. Очень были рады с вами поделиться. Конечно, количество людей чувствуется, что оно не такое, как всегда, но я думаю, что мы будем встречаться на площадках других или, возможно, также продолжим в Инстаграм. Но я Инстаграм свой оставляю, потому что у меня женщина со всего мира, и я рада всегда видеть здесь всех. И, Кость, спасибо тебе большое за интересный рассказ, за интересные техники, которые мы будем использовать и применять. Поэтому все, кто подписчики Константина, подпишутся на меня, пишите мне в Директ Елизавета Майка Про подарок. И мы отправим вам такой файлик, и там будет чек-лист. Но это только для подписчиков Константина, потому что мои подписчики уже много всего знают про кожу класса люкс. Ну, а также у Константина есть замечательные техники, поэтому я думаю, что это будет очень интересно. Ну, Кость, спасибо тебе большое, хорошего дня. Спасибо, Елизавета, тебе тоже отличного дня, и всем, кто был сегодня, хорошего настроения и таких предвыходного настроения отдыха. Да, спасибо. Пока. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok